Шлюха-то ты поганая, блядь. Ебак, старуха, я шлюха. Ой, шлюха, да, то, что я тебе опять ебать не дала, и теперь шлюха, да? А если б я тебе дала, я бы была и шлюха. Хуя у тебя логика. Чмой ебучая, блядь, завали свою ебала, блядь. Я шлюха, ладно, буду шлюхой. Громкость он бахнет. Да, громкость он бахнет. Чмос ты ебучая, блядь. Громкость. Здравствуйте, друзья, это я, Дмитрий Кузнецов. Сегодня вы на канале компании Алям. Процесс деколлекторизации продолжается. Мы делаем все, чтобы бороться с явлением. Работать нужно твердо, как говорится, твердой рукой и жесткой поступью, или наоборот, жесткой поступью и твердой рукой с представителями коломасы. Лично к каждому из них никаких претензий. Ну, так, что персонально не испытываю. Это все, что вы видите, называется... И называется мем. Борьба с явлением. Я не против процессов взыскания, но цивилизованных. Слушаем. Здравствуйте, Владислав Витальевич. Алло, здрасте. Это микрофинансовая компания «Займер», досудебный отдел. Зовут меня Еремеев Роман Сергеевич. Наш с вами диалог записывается. 51 день уже нарушаете условия договора «Займа» с компанией. Слышите меня? Да, слышу. 51 день уже. 22 948 рублей 84 копейки сумма на полное погашение. Вопрос, как намеренность компании решать сегодня? Вы просто ситуацию продекламировали, а вопрос в чем? У меня нет вопросов к вашей компании, значит, решать не ничем. Вы как намерены вопрос долго решать? Так что за вопрос-то? Задолженность. Я понимаю, с долгом, по задолженности, слова-синонимы. Так вопросы у вас или у меня? Не я же вам позвонил, вы мне позвонили. Значит, вопросы у вас, вы решаете. Я вполне конкретно вопрос задал. Вопрос задолженность как будет. Какой он? С какими? С роду нашим. Так вы извратили природу наших взаимоотношений. Вопрос, вы вопросы тут формируете? Не я же вам позвонил и вопросы задаю. Типа, что там, да как. У меня к вам вопросов нет. От ответственности в данном случае. Что вы хотите? Кредитор. Кредитор. Получается, мне надо что-то придумать, да, самому. Не говорить честно, вот как я отношусь к ситуации, а что-то начать вот накручивать, ну без проблем. Ребят, ну помогите, ну войдите в положение. Ну давайте, дайте мне отсрочку. Ну я что-нибудь придумаю, я перезайму у кого-нибудь. Вы это хотите услышать? Угадал. Вы это хотите услышать? Для вас это самое желанное, что вы хотели бы слышать на своих работах. Но я вам говорю честно. Нужно на него ответ услышать от вас. Слушай. Дядя, кто тебе сказал, что ты можешь задавать вопросы и надеяться, что тебе на них будут? Я с вами на ты не переходил. Да и не перейдешь тебе, нельзя твой выбор такой. Ты слабое звено, ты неудачник. Давай, пока. И вы знаете, действительно, и их ожидания не беспочны, ребят. Им попадаются такие вот. Почитайте комментарии. Тут недавно один написал, что они там по 100 тысяч плюс зарабатывают. Самый такой неопытный коллектор или взыскатель зарабатывает полтинник. А вот такие есть матерые, которые за 100 тысяч, потому что отдают. Да. И я сейчас, конечно, могу усомниться в суммах, но зарплату им есть чего получать. Потому что они действительно выклянчивают. Да, молятся там на этих всех неудачников, таких же, как они. Потому что люди боятся, не знают от этого незнания и, конечно, страх возникает. А я же не призываю, да, чтобы вы понимали меня брать и не отдавать. Или там взял и пофиг, да, на все, на про все. Ну, нужно... Я просто вот это вот явление, вот эти звонки, вот эти вот попрошайничества, вот это вот выклянчивание, мозгоклюзество, я с ним борюсь. Есть компания микрофинансовая, какая бы она мерзкая ни была со своими процентами. Взяли, ее деньги не отдают, в суд подавайте. Заваливайте суды исками. А психологически давить, вот весь этот вот способ взыскания, он рассчитан на психологическое давление. А люди от этого страдают, теряют здоровье. А кто-то, кто стресса неустойчив, естественно, может с собой сделать что-нибудь не очень хорошее. Ну, семьи рушатся, отношения у людей портятся друг с другом. Как же можно это все терпеть в цивилизованном обществе? Я вот с явлением с этим боюсь. Да-да-да. Алло, Александр Андреевич, это вы? Я, это да. А вы главный, кто? Самый главный бездельник. Главный специалист отдела клиентского взыскания ААААБАНКА Абейдолова Лизия Эльгизаровна. Звоним по задолженности вашей. По кредиту сроком семь дней. Зачите, с какой причиной задерживается оплата? Семь дней всего лишь уже самый главный звонит специалист. Ну, блин, какой я важный клиент. Что, у меня такая сумма большущая, что мне сразу главный звонит. Дело не в сумме, а в сроке задолженности банки работают по срокам, Александр Андреевич. Ну да, ну хорошо, по-другому спрошу. Семь дней это много или мало? Это много, потому что вы ни на один день не имеете права задерживать платеж. Согласно вашему договору, который вы подпитали. Слушайте, а у меня супруга моя, бывшая, правда, у нее четыре с лишним года не было, ну вот она не платила ничего. Ей тоже главные звонили специалисты, эксперты еще звонили какие-то. И целый департамент. Так я вам говорю, четыре года, вы говорите, семь дней это очень много. А четыре года... Пункт 4.216 вашего договора, Александр Андреевич, прописано, что клиент обязуется своевременно размещать денежные средства на счете. Недостаточных для совершения расходных операций. Должны вы были оплатить 4 сентября. А там еще в конце все спорные вопросы решать в законном порядке в суде. Тоже написано в договоре. А вы через суд брали карту кредитную? Разве? А при чем здесь это? Нет, не через суд карту кредитную. Ну вы же сами... Ну хорошо, тогда возвращайте денежные средства за правом. Есть. Понятно. Это уже частная ситуация, Тарас. А во-вторых, кредитную карту, кстати говоря, я не брал. У меня на руках дебетовая карта, а не кредитная. Кредитная карта в апреле 2023 года. Вы оформили с лимитом 15 тысяч рублей, Александр Андреевич. А почему мне кредитный счет не открыл банк, а расчетный только? Уточняйте, это колл-центр. Я специалист отдела просроченной задолженности, а не по открытию счетов, Александр Андреевич. Вы не специалист. Если бы вы были специалистом, вас бы этот вопрос озадачил как минимум. Потому что не может человек, распоряжаясь расчетным счетом, автоматически пользоваться кредитной картой. Только дебетовой. Кредитная карта привязывается к счету, который начинается на цифре 455. У меня же совершенно другие цифры. У вас другие цифры к этой карте привязаны, Александр Андреевич. Да, о том и речь. Поэтому эта карта не кредитная, а дебетовая. Нет, это кредитная карта, которую вы оформили. Нет, так не может быть. Нет, нет, не бывай! Не бывай! Если у машины колеса на 14, то на нее не надеть колеса на 16. Да, даже если сильно постараться. Это вы зачем сравниваете такие вещи? Это чтобы было совсем легко и просто для понимания. Есть классификатор счетов, утвержденный Минфином нашей с вами страны под названием Россия. И в классификаторе счетов четко расписывается, какие счета, порядок цифр в этих счетах, что и где и для чего. Так вот, если мы речь ведем о кредитном счете, то это 455 цифры. Если о расчетном счете физического лица, то 407, юридическое 408 могу ошибаться. Соответствующий пластик, инструмент для эксплуатации этих счетов. Точно так же называется кредитная карта, либо дебетовая. Вы куда потерялись? Вы побежали куда-то, вас не слышно. Где я вас слушаю, Александр Андреевич? Я слышу вас, что вы говорите. Вы хотя бы дышите в трубку, а то же я так и подумал, что вы в обморок упали. Нет, не переживайте. Ваша сумма за должность 550 рублей, вам необходимо данную сумму погасить сегодня. Это вам необходимо, чтобы я это сделал. Это вам необходимо. Это ваша задолженность. Вы потратили средства банка. Вам необходимо. Не скажите ситуацию. А где банк деньги берет, чтобы назвать их своими? Александр Андреевич, вы сейчас видите речь, я за должность. Неудобный вопрос, да? А вопрос задан на русском языке своему соотечественнику. Вы же тоже гражданка России. И он задал вопрос, как соотечественник. Говорю, а где банк берет деньги, чтобы вы называли это деньгами банка? Чтобы сотрудники банка спили. Вы можете уточнить в колл-центре Альфа-банка. А вы тоже, тогда тоже. Вы позвоните в колл-центр, вот эти вопросы позадавайте, и потом подумайте, что вы делаете, какой работой занимаетесь. Давайте вернемся к теме вашей просроченной задолженности. Вы готовы открыть вашу просроченную задолженность? Размером 14 дюймов на диск в 16 дюймов не надеть. Это вот к этому вопросу, готов ли я начать бортировать колеса такого размера? Вы готовы разговаривать с человеком, который будет вам задавать неудобные вопросы? Мы готовы с вами обсудить вашу просроченную задолженность, а не вопросы, которые касаются задолженности. Вы готовы только шаблонно общаться, то есть по шаблону, который вам написали. Вы не специалист, тем более никакой не главный. Вы просто оператор колл-центра, способный зачитывать инструкцию, методичку. Все, от вас в этом смысле ничего не зависит. Вам легче стало от того, что вы это сказали? Индифферентно. Мне нужно, чтобы вам сложнее стало. Если у вас есть мозги, а они включатся у нормального человека, вот от такой обратной связи, и человек начнет сам себе задавать вопросы. Чего это я делаю? Изо дня в день, надев гарнитуру на свою голову, вот такую вот чепуху. Простой вопрос, где банк берет деньги, это раз, во-вторых, классификатор счетов. Забейте в интернете. Вы задаете вопросы заведомо абсурдные, по логике. Точнее, там логики нет, поэтому они абсурдные. А в чем абсурд? Обсуждайте вашу задолженность. А я вам пример привел. Я вам пример привел. С тем же успехом вы бы мне могли позвонить и сказать. Ну, вот это вот из жизни. Я вам оставил машину. У нее диски на 14 дюймов. Я хочу, чтобы вы на нее накинули колеса, шины на 16. А какая параллель вашей задолженности, скажите. Параллель прямейшая. Я бы вам ответил дальше. Да, смотрите. Во-первых, да. Вы мне не оставили шины на 16, да, чтобы я их надел. Привезите сначала шины. А во-вторых, размер есть размер. Вот здесь я перевожу в то самое поле, понятное для, как вы говорите, параллели провожу. У банка. Где? То место, где он зарабатывает деньги, чтобы назвать их своими. Во-вторых, почему классификатор счетов, тот самый размер пресловутый, о котором мы сейчас с вами говорим, каким-то образом не стыкуется с вашими словами? Почему вы утверждаете, что к моему расчетному счету привязана кредитная карта, а не дебетовая? У меня на руках дебетовая карта. Александр Андреевич, может быть, у вас несколько карт есть? Я же не знаю, сколько у вас есть карт в Альфа-банке. У меня одна карта. Одна. Единственная. В Альфа-банке у меня одна карта. А вот в других банках у меня есть карта пластиковая. А счетов у вас сколько в Альфа-банке? Не помню. Но я знаю точно, что все расчетные. У вас есть две кредитные карты в Альфа-банке. Все расчетные. У вас есть две кредитные карты в Альфа-банке. У меня нет ни одной кредитной карты. У меня есть карты дебетовые. Как определяется вообще наименование карты? За счет чего? Карта не может существовать как самостоятельный инструмент. Это пластик. Он без счета бесполезен. Он привязывается к счету. Либо к кредитному, либо к расчетному. Разные с точки зрения нахождения в них разных цифр. Но по классификатору счету, напомню, утвержденному Минфином нашей страны, это оба счета расчетных. А расчетный счет, своими словами, это кошелек человека. К нему не может быть никаких кредитных претензий. Вы вообще о чем говорите, Александр Андреевич? Я понял. Я вообще не понимаю смысла. Вы же главный специалист. А почему вы не понимаете? Вы же сотрудники. Ну, нет у меня. Хорошо. Итак. Пашины говорите. Про колесы говорите. Да, я пытаюсь по-простому. Да. Вы, понимаете, до такой степени заточены на свой скрипт, на свою методичку. Так у вас методичка ваша. Просто перечеркивает весь здравый смысл, который свойственен нормальному человеку. Объясняется, Александр Андреевич. А почему? Давайте, хорошо. Отойдем от вот этих сложных вещей. От научных практически, да. А просто, почему вы взяли, барышня? Что раз вы мне позвонили и решили позадавать вопросы, то я тут буду охать и ахать и вам на них отвечать так, как вы ожидаете. Почему вы подозреваете, что я не буду включать мозги и соответствовать вашим ожиданиям, быть похожим на вас? Почему вы надеетесь на такие абсурдные вещи? Почему вы не допускаете, что люди имеют возможность, желание и навык пользоваться мозгом? Вы думаете, что раз вы позвонили, все ох-ах и должны испугаться, или что-то там с ними должно произойти, должны отвечать на ваши вопросы. И не дай бог, это будет не так, как вы ожидаете. А если вдруг происходит то, что сейчас с вами происходит, вы начинаете дурочку включать и говорить, что вы что-то там не понимаете. Точнее, не включать, а действительно демонстрировать вашу сущность, настоящую дурочку. Ваши коллеги с мужскими именами дураков включают. Но вы все сказали, или вы продолжите обсуждать какую-то непонятную тему, которая не касается вашей задолженности. Ну это же не касается вашей задолженности, вы просто уходите от темы разговора. Ну, конечно, я делаю то, что здравый смысл мне надиктовывает. Ну здравый смысл вам диктовать, вернуть именно средства, которые вы потратили. Это по вашей версии. Это ваша версия. Только мы же позвонили вам изначально обсудить вашу задолженность. Да еще раз задаю вопрос, чего вы решили, барышни, все вот эти вот там в основе своей, что если вы позвонили, то тут что-то должно произойти сверхъестественно, какой-то большой взрыв. Верхнестерство ничего не должно произойти, вы только должны вернуть... А ничего и не происходит. Да. А вы мне объяснить забыли, где банк берет деньги, на каком адресе. Там колхоз, совхоз, мужскаменоломня, шахта, где там сотрудники банка зарабатывают деньги, чтобы потом называть их своими. Ай? Ай. Александр Андреевич, это вы готовы вернуться к теме задолженности или вы продолжите уходить от темы разговора? Так я, вы что думаете? Если вы не готовы вести диалог конструктивно от вашей посвященной задолженности, мы тогда его будем вынуждены завершить, и вам еще раз будут перезванивать в таком случае. Так вы понимаете, вот эта вот вся версия, которую вы сейчас декламируете, она на самом деле проблематична не для меня, а для вас. Такие, как вы, будут вынуждены продолжать звонить. Это реально, вот если акценты поменять, то вам осталось там с горестью в голосе это сообщать. Ну, блин, мы будем вынуждены же опять звонить, елки-палки, опять глотать эти горькие шершавые таблетки и даже запить нечем. Ну, а что это изменит? Вот скажите, пожалуйста, это как-то изменит вашу ситуацию задолженности? У меня нету цели... Знаете, почему я говорю, что у меня нету цели? У меня проблемы, во-первых, нету, да? Это раз. Я вообще не считаю, что слово проблема в моей жизни не должна эксплуатироваться. Есть задача, да? Немножко по-другому звучит. Вот проблема – это фатально. А изменить я хочу как можно большее количество вот этих звонарей, чтобы вы очухались, чтобы вы поняли, чтобы текучка была. Изменит? Кажется, как я, если вот хотя бы один из десяти человек будет вот так с вами разговаривать, а так и происходит, и чем чаще, тем лучше, тем у вас больше будет текучка, и вы будете сваливать с этой работы. А еще лучше не будете приходить. Я не переживаю. Не переживайте. Я наоборот воодушевлен. Ну, точнее, да, это и есть переживание, только позитивного свойства. Угу, не переживайте за нас, Александр Андреевич. У вас есть… Сотрудникам банка не нужно беспокоиться. Вам нужно… Вы не сотрудник банка. Подуматься в ваши задолженности. Вы оператор колл-центра. Если подойти к любому настоящему сотруднику Альфа-банка, вот клиентский офис, где сидят девочки, мальчики, реально обремененные образованием, каким-то, ну, я не знаю, там, целями подзагруженные, настоящими, о карьерном росте и так далее. И спросить, где вот этот вот сотрудника посмотреть из отдела взыскания, они вот так пожмут плечами и скажут, ну, во-первых, мы их не считаем сотрудниками, во-вторых, никто не знает, где они находятся. Это ваше личное мнение, Александр Андреевич. Ну, да, да. Я так считаю, да, потому что… Потому что оно подтверждено. Не спросите об этом чем? Оно, знаете, оно мое мнение. Я где хочу и когда хочу, его высказываю. Потому что это мое мнение. И в отличие от вас, я волен декламировать свое мнение тогда, как я сказал, когда захочу. И перед кем, если захочу. В данном конкретном случае я это делаю перед вами. У вас в роду совы и филины были? Вы что угукаете, сидите? Я слушаю вас говорить. Я дальше вас послушаю. Сотрудник банка. Вы просто дышите или сопите в трубку угукать? Зачем? Вы продолжайте, Александр Андреевич. А что вы хотите, чтобы я продолжил? Я не знаю, что вы еще хотите сказать. У меня нет вопросов. Больше нет. Ожидайте, вам повторно перезвонят, потому что вы сейчас… А что вы сюда звонили? Мы хотели обсудить вам продолжность по кредитной карте, которую вы не вносите. Ну, а я не хочу с вами это обсуждать. Вы некомпетентный сотрудник. Хорошо, вам перезвонят еще раз. До свидания. И вам тоже не спотыкаться в этой жизни. Кстати, хочу передать спасибо вот этим, кто отвечает за колл-центры альфа-банковские, что им, вот как ЕКО ПУСТИ, допустим, не запрещают беседовать. Альфа-банк очень частенько нам выдает хороший контент. И вот такая вот ситуация помогает привлекать клиентов. То есть я уже много раз говорил, обращался к этим звонарям. Конечно, вот никому не пожелаешь на вашем месте во всех смыслах оказаться, а слышать вот то, что я сейчас говорю, это вообще, наверное, аж трясет. То есть вы очень сильно помогаете компании Алям. Если бы не вы... Если бы не ты, не ты, не ты, не было бы меня, меня, меня... Компании Алям было бы больше сложностей расходов по привлечению клиентов. То есть каждый ваш звонок привлекает одного или нескольких клиентов. Алло, здравствуйте, меня зовут Шерамко Любовь Фалиевна, я являюсь старшим специалистом, а Альфа-банк... Старшим уже теперь. А моей супруге недавно главная звонила, главный специалист. А вы чем отличается старший от главного? Я Олега Вичетовы. Да, я, 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 Илья. А вы еще звонили Анне Сергею, мне тоже такой же фамилии. Звоню я вам по поводу вашей задолженности, то есть сумма на сегодняшний день составляет 64 тысячи 12 рублей. Данную сумму вам необходимо оплатить до 13 сентября включительно. Оплата от вас, поступая срок. Вы неправильно говорите. Звоню, надо так говорить, звоню я вам, чтобы прочитать методичку. И вот теперь слушайте, я читаю методичку. Остановите свою монолог, Илья Олегович. Вы сейчас разговариваете не по теме нашего диалога. Давайте вернемся. Оплата от вас, поступая срок. Остановите свой монолог. Вы сейчас говорите то, что я не хочу слышать. У меня это в методичке не прописано. Скорее всего, мне придется выключиться и осознать то, что я в очередной раз оказалась бесполезная. Зачем вы сейчас не получаете какой-то чушь, которая не относится к вашей задолженности? То есть все, что не относится, по вашему мнению, к моей задолженности, это чушь, по-вашему. Барышня, вы много на себя берете? Все же оплата, то что поступает до 13 сентября в полном объеме. Зачем вы несете чушь, которая не относится к тому же, о чем я хочу поговорить? Вы лично будете одно и то же повторять и говорить монолог не по теме. Я не говорю одно и то же. Это ваша доля говорить одно и то же. Только не по теме, а по списку, который у вас методически прописал. Я сейчас не собираюсь с вами спорить, и попу тратить свое и ваше время. А вы не можете спорить. Если вы сейчас дистанционно не будете взаимодействовать, прекратите меня переселать и говорить со мной в параллель. С эксплуатацией доказательств своей точки зрения. Вы не можете спорить априори. Это не ваше. У вас своей точки зрения нет. Вы бездарность. А вы все сейчас сказали? Все зависит от того, что вы скажете в ответ на то заявление, о котором мы сейчас услышали. Тем не менее, смотрите, вы сейчас... Я бездарность, перевожу на общепринятый язык. Вы бездарность, но тем не менее. Илья Олегович, вы сейчас могли совершенно спокойно сказать, да, я бездарность, но тем не менее. Абсолютный бред. И оскорбляйте сотрудника Альфа-банка под запись телефонного разговора. Хотя бы это вы видите. Про бред я поспорю. Про бред я поспорю. Да ничего вы не сможете отправить. Вы сейчас... Правда. То, что вы сейчас будете делать после того, как выключитесь, сглотнете, и будете звонить следующему человеку, надеясь на то, что он не такой, как я. И все. И осознавать будете, что от вас ничего не зависит, и ваши желания не учитываются. Ничего, никуда, никому вы не передадите, и никто ни на что не будет обращать внимания. Вы, барышни, мясо для банка. И добавите мне зарплату, да? Такая хинея. Нет, ничего не слышал. Сейчас вы убегаете, да? Поэтому в дальнейших последствиях я вас предупредила. Это называется по-разному. Слиться, испугаться, отключиться. Наврала, блядь, с рекора. И все, и побежала. И думала, кто-то испугался вот этих вот региональных выездов и тому подобной чепухи. Мы сейчас ракету пустим в них. Я взлетаю, как ракета, для меня санкарета. Терно-белая газета, как-то ты уже где-то... Алло, здрасте. Алло, здрасте. Компания Webankier. Отдел Достиминер Гулиров. Меня зовут Николаев Николаевич Алексеевич. Зареханификацию нашей компании. Назовите, пожалуйста, свою именю, отчество и дату рождения. После вас, юноша. Только после вас. Владислав Николаевич, вы знаете, что у вас не решено вопрос компании имеется? Я знаю... Нечто похожее, что у вас со мной есть нерешенный вопрос. У вас есть нерешенный вопрос компании. Нет, глупости. Выдумки. У вас есть со мной нерешенный вопрос. Думаете, что просто так вам за накиды поступают? Так. Просто так. Просто так. Да, именно так я и думаю. Вы озвучите фамилию и мочится дату рождения. Я озвучил, что за нерешенный вопрос у вас имеется в компании. Может, с полной недели сразу же. Да я знаю. Я все знаю. Слушай, дядя, что ты вот эту вот пургу метешь? Сам же понимаешь, что с тобой происходит. Вопрос компании, когда вы не решаете? Все ты понимаешь. Да нет у меня вопросов, мамино счастье. Все вы прекрасно знаете, что за нерешенный вопрос. Сегодня ожидаем решения. До свидания. Типа бабок я вам должен, что ли, да? Этот вопрос. Все прекрасно знаете. Заходите на сайт в банкер. Ну, знаю, да. Но только я это совершенно по-другому классифицирую. То у вас вопрос. Это вам бабки не отдают. Что ты, блядь, с ног на голову все переставил в своей жизни? Задумайся, блядь. Это тебе так написали, и ты такой пургу метешь. Вы задумайтесь, чтобы решить вопрос компании, вы банки. До свидания. Мотивируй. Мотивируй. До свидания. Компания МБА Финансы. Меня зовут Изюкова Екатерина Петровна. Ведется запись разговора. Мила Алексеевна, вам знакома, скажите? Какая компания? МБА Финансы. Ага. Какая вам разница, кто кому знаком? Так, знакома она вам? Перепись населения, что ли? Или что вы делаете бафи? Почему вы меня хамите? Сначала разговора, вы мне хамите. По какому праву вообще себе это позволяется? Вы что, у вас голоса в голове? Я вам нахамила, но вот вы на трофе на общение, а я потом перезваниваю. Хамить мне не надо. Продерживайтесь конкурсовского диалога. А как вы узнаете, что я настроился на общение с вами? Они уже действительно... Я шутку сначала отдам, но сейчас, по-моему, да, действительно, это не шутки. У них действительно какие-то где я, нахамил. Такая концовочка, да, нас сегодня порадовала Альфа-Банк. Я говорю уже спасибо кураторам или кто там отвечает за вот это все великолепие, что Альфа-Банку разрешено разговаривать долго, сколько угодно. Тем самым большее количество горьких, как я говорю, шуршавых таблеток мы можем им запихивать, особенно молодым и новеньким сотрудникам и сотрудницам. Ну, тем чаще они будут убегать со своей работой, тем больше придется вот этим колл-центрам прибегать, собственно говоря, к размещению вакансий. Ну, рано или поздно, я думаю, это кончится. Хотя, пускай не кончается. Еще раз повторю, каждый звонарь указывает нам очень хорошую, ценную услугу, помогая привлекать новых клиентов под крыло компании Аля. Ну, собственно, ребят, если вы один из тех людей, который, наконец-то, посмотрев наши ролики, принял решение все-таки оставить заявку на бесплатную консультацию, пожалуйста, не стесняйтесь, это вам ничего не будет стоить. Ну, и вы убедитесь в правоте своих выводов. Ну, и, конечно же, сможете получить ответы на волнующий вас вопрос. Еще раз повторю, бесплатно, где бы вы ни находились, без привязки к региону. Все, что вам нужно учитывать, это то, что компания Аля обработает по московскому времени с 10 до 18, и по выходным у нас специалисты прозванивают, но это не обязательно. В большей степени мы работаем вот с понедельника по пятницу, по рабочие дни. Продаем мы не утюги, не пылесосы, да, как я люблю говорить, поэтому если вам сразу, после того, как вы оставили заявку, там через минуту не перезвонили, не удивляйтесь, в течение дня позвонят. Будьте, как говорится, на готове, но чаще всего в первую час-полтора вам перезвонят. Так что ждите звонка и подготовьте вопросы, которые вас беспокоят. Ну а на сегодня все. С вами был Дмитрий Кузнецов. Это центр юридической защиты компании Лям. Счастья, здоровья, финансового благополучия вам, друзья, вашим близким. До свидания. До завтра. Субтитры подогнал «Симон»!